Великая Отечественная война 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 Там она с грустью смотрела на солдат, которые выходили из остановившегося поезда. Один из них привлек ее внимание. Он показался ей до боли знакомым. Федока не выдержала и выкрикнула имя брата. Солдат обернулся. Никаких сомнений больше не оставалось. Это он! Брат и сестра стали обниматься и плакать от радости. Люди на перроне останавливались и плакали вместе с ними. Разделяли их радость встречи. Оказывается, что Аврам в 1943 году попал в плен. Он ничего не рассказывал. Временами смотрел куда-то вдаль. За это время у него родился и рос сын, мой дедушка Таймурат. Он рассказал эту историю моей маме. Она мне! А я когда-нибудь тоже расскажу эту историю своим детям. Мой прадед Перловский Юрий Васильевич. Участник Великой Отечественной войны. Тяжело ранен в боях за Родину. В обе ноги руку-лицо. Он прошел всю войну. От начала до конца. Был участником сражения на Курской дуге. Награжден медалями за взятие Берлина, освобождение Праги и другими многочисленными наградами. Отдал 31 год благородному делу службы в Советской Армии. Я помню и горжусь. Среди тех, кто отстоял мир на земле, был мой прадед, почетный гражданин пригородного района. Багаев Ясон Кузьмич. 27 лет он отправился на фронт. Он участвовал в боях в городе Керчи, освобождая Крым. Там же он получил ранение в плечо. Для него война закончилась в 1944 году. Его отправили домой. Он награжден 12 медалями. Орденом Отечественной войны 2-й степени. Орденом за отвагу. Я люблю и горжусь своим прадедушкой. Мой прадедушка Томаев Григорий Константинович родился в 1908 году в Южной Айсити, Джавский район, село Рук. Работал в этом же селе, лесняком. В 1941 году он ушел на фронт. В 1943 году моя прапрабабушка получила телеграмму, что он пропал без вести. Позже выяснилось, что он дошел до города Ростов и был ранен в голову, где скончался и был похоронен. У него осталось шестеро детей и жена. Самому младшему сыну было 2 года. Я люблю и помню своего прапрадедушку. Это мой прадедушка Твердохлебов Петр Николаевич. Он прошел всю войну. Сначала участвовал в военно-морском флоте, потом уже в сухопутных войсках. В моих руках краснофлотская книжка. По данным этой книжки, мой прадедушка был мобилизован в 1942 году. По данным этой книжки, мой дедушка старше меня ровно на 100 лет, так как он родился в 1912 году, а я в 2012. Он был шофером и привозил различное оружие. Также участвовал в боях за Ростов, Таганрог, Симферополь, Мелитополь. Моего прадедушку демобилизовали в июне 1945 года. Я очень люблю и помню своего прадедушку. Его звали Хинчагов Алексей Давидович. Он родился в 1896 году, а в 1942 году был призван в ряды советской армии пулеметчиком в строевой отряд под номером 660. Впервые военные действия принимал в городе Керчь. Форсировал реку Днепр, защищал Киев, принимал участие на территории Польши, где и был ранен, и демобилизован на родину. Я буду любить и помнить своего прадедушку. Мой прадед Павлов Михаил Яковлевич родился в 1910 году. 22 июня 1941 года на нашу родину напали немецкие фашисты. Мой прадед Павлов Михаил Яковлевич ушел на фронт из города Владикавказа. Мой прадед – младший сержант стрелкового полка, участвовал в битве на Курской дуге. Был тяжело ранен, после выздоровления сразу же отправился снова сражаться за родину. Он дошел до Берлина, вернулся с войны в 1947 году, так как участвовал в разгроме банд Степана Бандера. Я не застала прадеда, но говорят, что он не любил рассказывать про войну, поэтому мы очень мало знаем. Прошел всю войну, имеет множество орденов и медалей, но они, к сожалению, были украдены. Умер в 1988 году. Я горжусь своим прадедом. Мой прадед Бочаров Иван Максимович был рожден 1914 года. Был рожден в Ростовской области. Был призван в армию. После этого попал в русско-финскую войну. После этой войны сразу началась Великая Отечественная война. Работал перевозчиком военных снарядов. Попал под острел. Попал в фашистский плен. Ему удалось сбежать с плена. Он попал в свою родину, но на его родине был жуткий голод. Он пошел в Северную Осетию Аланию, там, где по дороге нашел себе жену. Начал хорошую жизнь. После этого умер из-за болезни. Дата смерти 1980-х годов. Мой прадедушка Басев Иван ушел на фронт в 1942 году. И, к сожалению, без вести пропал. После него осталось четверо детей. Девять внуков, в том числе и мой папа. Тринадцать правнуков, в том числе и я. И три праправнука. А вот мой прадедушка Чуняшвили Николай прошел всю войну. Он был снайпером. На его счету около 120 уничтоженных фашистов. Победу он встретил в Чехословакии. И вернулся обратно к семье настоящим героям. У него много наград. После него осталось четверо детей. Девять внуков, в том числе и моя мама. Четырнадцать правнуков, в том числе и я. И одна праправнучка. Я буду помнить своих прадедов. За то, что я войны, совсем не знаю. Я прадедам спасибо повторяю. Пусть будут не страшны вам смерть и беды. Я поздравляю всех с Великим Днем Победы! 78 лет прошло со дня окончания Второй мировой войны. Но мы никогда не забудем, как тяжело было нашей стране, нашим людям. Ведь абсолютно все встали на защиту родной земли. Все дальше от нас Великая Отечественная война. Все меньше среди нас тех, кто пережил те страшные годы, своими военными и трудовыми подвигами приближая мир. Встреча с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами – это встреча с историей нашей страны. Их воспоминания – это устная история войны. Настоящая, непридуманная. Воины Западного фронта тесно были связаны с танковой опасностью. И вот я оказался истребителем танка со своей 45-миллиметровой пушкой. Но дело в том, что пока мы думали, пока мы готовились, а дивизия формировалась там. Дивизия потеряла больше 90% своего личного состава под Ржевом. Это знаменитое место, побоище, можно сказать, на московском направлении было. Военную службу Александр Михайлович Погаев начал в 1943 году минометчиком. Во время Великой Отечественной он успел послужить и на востоке страны, и на западе. На опасный Ленинградский фронт младший лейтенант Погаев в составе 157-й стрелковой дивизии Выборгского полка попал в 1944-м, когда советская армия уже начала вытеснять немцев. Тогда за мужество, проявленное в прорыве обороны на Карельском перешейке, Александр Погаев был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени и двумя медалями. Ему было всего 19. Кажется, его собственный воинский путь – пример для молодых ребят, которые сегодня выполняют свой долг в специальной военной операции. Уже после войны Александр Михайлович посвятил себя служению Родине. 30 лет он отдал Тихоокеанскому флоту. Ушел в запас в звании подполковника. Параллельно увлекся спортом. Начал бегать, когда ему было уже за 40. В 1982 году я пробежал первый московский международный марафон мира. Вот, марафон мира. И ежегодно. В 83-й, 82-й, 83-й, 84-й, 85-й, 87-й год я ежегодно готовился к этому марафону у себя во Владивостоке. Я долго участвую во всех соревнованиях местных. Поэтому-то вот здесь много всяких медалей, которые я завоевал уже после войны, когда я начал заниматься спортом. В его спортивных достижениях – Санкт-Петербургский марафон «Дорога жизни». Он был факелоносцем в Приморском крае перед Сочинской Олимпиадой. И все это время ветеран вел дневник, в котором записывал все этапы подготовки. В Осетию вернулся несколько лет назад. Сегодня в его 98 бежать длинные дистанции здоровье не позволяет, но он всегда в строю. Его комната даже немного похожа на спортивный зал. Велотренажер, гантели и беговая дорожка. Когда на улице дождь, когда на улице снег и так далее, или я заболел, я становлюсь вот сегодня, я вот послеболезнен. Вот, утром встал, позанимался здесь, потом становлюсь на беговую дорожку, включаю его, а он включается просто, я могу его включить. Включаю его, нажимаю вот здесь, вот, и начинает работать. Есть у Александра Михайловича мечта – побывать на 80-летие Великой Победы в городе Выборге. День Великой Победы до сих пор остается самым важным праздником в его жизни. Для меня два праздника очень важные. Это прежде всего День Победы, День Защитника Отечества еще есть, 22-го. Потому что защите Отечества я посвятил 32 года, из них 30 лет на флоте и два года на передовой, на Ленинградском фронте. Вот так, поэтому я вот такой сухопутчик превратился в воина морских сил. Могила неизвестного солдата О, сколько их от Волги до Карпат В дыму сражений вырытых когда-то Саперными лопатами солдат Зеленый горький холмик у дороги В котором навсегда погребены Мечты, надежды, думы и тревоги Безвестного защитника страны Кто был в боях и знает край передний Кто на войне товарища терял Тот боль и ярость полностью познал Когда копал окоп ему последний За маршем марш, за боем новый бой Когда же было строить обелиски Доска да карандашные огрызки Ведь вот и все, что было под рукой Последний послужной листок солдата Иван Фомин и больше ничего А чуть пониже две коротких даты Рождения и гибели его Но две недели ливневых дождей И остается только темно-серый Пусок промокшей, вздувшейся фанеры И никакой фамилии на ней За сотни верст сражаются ребята А здесь от речки в двадцати жагах Зеленый холмик в полевых цветах Могила неизвестного солдата Но родина не забывает павшего Как мать не забывает никогда Ни павшего, ни без вести пропавшего Того, кто жив для матери всегда Да, мужеству забвения не бывает Вот почему погибшего в бою Старшины на поверке выкрикают Как воина, стоящего в строю И потому в знак памяти сердечной По всей стране от Волги до Карпат В живых цветах и день, и ночь горят Лучи родной звезды пятиконечной Лучи летят торжественное свято Чтоб встретиться в пожатии немом Над прахом неизвестного солдата Что спит в земле перед седым Кремлем И от лучей багровой, как знамя Весенним днем фанфарами звеня Как символ славы возгорелось пламя Святое пламя вечного огня А превратились в белых журавлей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok